всем привет дорогие друзья и гости нашего канала мы с халилом сейчас будем готовить ужин значит это блюдо называется карныя рык для этого блюда мне понадобится 7 баклажан они они маленькие небольшие те баклажаны значит я вам сейчас покажу мы уже это блюдо готовили до этого может кто-то видел хорошо кто не видел значит посмотрите научитесь поучитесь может вам понравится сделайте у себя дома значит сейчас я буду очищать баклажаны от кожуры но я покажу как не полностью так друзья значит кожу мы полностью не срезаем оставляем такой вот маленький хвостик и затем полосочками вот у меня вот такой вот нож полосочками я срезаю кожуру вот так вот полосочками оставляем и теперь вот здесь вот просто мне одной рукой не удобно вот здесь вот я сделаю надрез так как мы баклажаны будем фаршировать вот здесь делаем надрез разрезала я вот так вот баклажан видите такой надрез только с одной стороны не надо насквозь вот и залила водой вода соленая баклажаны должны полежать минут 30 соленой воде чтобы ушла горечь и они стали немножко помягче и они позеленеют вы увидите прям как они поменяют цвет станут более зелеными значит я беру тарелку чуть-чуть их примну чтобы они не всплывали на поверхность все пускать 30 минут лежат затем я буду их жарить на сковородке вчера купили груши вот такие вот груши такие вкусные такие сладкие вот маленькие но сладкие обалденные груши яблоки тоже неплохие вот эти вот golden дать и влада больше любит красный я не очень я больше golden а груша вообще суперская очень вкусная сладкая пока халил пьет чай десятую чашку чая я сделаю себе кофе тоже выпью и будем готовить вот у меня фарш бараний фарш пол килограмма для этого блюда понадобится большую не хочу мальчик сделай себе такой маленький стаканчик кофе ставлю в микроволновку на минуту в холодильник забыли молоко купить вчера всем привет все одна ложечка сахара и одна ложечка чайная кофе разлила вот это вот мой кофе такой вот я пью другой я не пью воду я не добавляю просто молоко сахар и кофе баклажаны тем временем уже стали видите какие зелененькие зеленый цвет приобрели многие уже не замачивают баклажаны говорят что они уже не горькие но мы замачиваем по старинке замачиваем для этого блюда нам понадобится две небольшие луковицы вот халил уже нарезал перец болгарский один помидор и два зубчика чеснока можно больше как хотите любите чеснок значит больше чеснока любите перец больше перца любите томаты больше томатов кладите как хотите в общем нам достаточно вот этого лук перец томаты два зубчика чеснока сейчас первым делом я в сковородку налила подсолнечное масло сейчас буду пережаривать лук так лук ребята нарезаем мелко все нарезаем мелко и лук и перец очень мелко и чесночок очень мелко и помидор мелко потому что это все будет потом перемешиваться с мясом сейчас все будем пережаривать лук уже поджарился до золотистого цвета сейчас буду класть мясо фарш сковородку затем мы кладем чеснок перец пока не кладем и будем немножко поджаривать мясо мяско немножко подрумянилось теперь мы кладем перец и помидоры мелко нарезанные так теперь мы будем солить и перчить по вкусу солим перчим по вкусу и немножко пусть поджарится это все вот это уже готовая начинка для наших баклажан вот этой начинкой будем фаршировать баклажаны уже ругаемся с халилом уже поссорились я говорю не клади эту пасту перца потому что она очень перченая но правда положил чуть-чуть перца и томатная паста совсем немножко для этого блюда понадобится совсем немного он положил сюда потому что я начала кричать хоть наверное все водички наверно хватит даже невозможно есть потом один раз он уже приготовил для гостей просто невозможно было есть это какой-то ужас с этим перцем с этим всем прямо кошмар так перчит потом горит поджелудочная болит я говорю так конечно сколько перца сколько соли не только поджелудочная будет болеть противное создание ну сейчас друзья я взяла другую сковородку и буду немножко поджаривать баклажаны вообще это самый неприятный момент дело в том что я всегда рожу баклажаны в духовку где-то минут 30-35 и они подрумянились и не не масло нигде не брызгается ничего но халил же меня упрямый вот и поэтому он говорит что это нужно делать на сковородке и брызгается масло все на свете в общем это это ужасный момент в этом в этом рецепте я видела турецкая женщина готовила точно такое же блюдо хорошо мастер-шеф он говорит что нужно сковородка в духовке в духовке точно такие же будут баклажаны и мягкие классные мастер-шеф он говорит что это так правильно в общем если вы не хотите чтобы масло забрызгала вам это самая печку делайте в духовке вот так вот на противень кладете баклажаны 35 минут 40 в духовке и класс но будем делать на сковородке так друзья накрываем вот такой вот это не поможет вы видите сейчас будет брызгаться на всю кухню вытирает вытирает баклажан убила скоро убьем друг друга я говорю я сама буду готовить иди там чем-то занимайся нет нет я тоже буду готовить верить мне скучно все значит мы обжариваем баклажаны со всех сторон как только они станут такие коричневенькие и мягенькие все достаточно так друзья первую партию я уже сняла она готова мягенький баклажан ведь у такого цвета должен быть все ничего мужикам делать на кухне мой вам совет гнать их с кухни все пусть сидят смотрят футбол вторая партия баклажан я на сковородку положила вместе с перцем хотя перец можно не жарить но это по халила рецепту перец тоже нужно немножко поджарить но он все равно так как он будет в духовке потом зачем его жарить какой смысл не знаю ну пусть будет так говорит немножко пусть он подрумянится и тарелку брызгается все ужасно поэтому я салфеточку сюда положила мне посоветовала зрительница большое спасибо ей видите масло не так вот брызгается тогда остается на салфетке так друзья баклажаны кладем на противень немного подсолнечного масла вот так вот раскрыли они мягенькие и хорошенько так притоптали ложкой двумя вилками раскрываем и ложкой вот так вот не просто не удобно левой рукой нечего так вот раз притоптали хорошенько так друзья наши баклажаны уже зафаршированы все и вот так вот кладем перец еще вон у меня помидоры нарезаны вот так чтоб красиво было сюда один вот все красота сейчас кладем помидорчики вот просто нарезайте один помидор и так вот кладете и красиво и вкусно будет нет не так же не так я не так я ложу надо именно вот так надо как халил хочет вот так надо вот вот так еще помидоры вот так надо так как я положила он не хочет говорит что это неправильно а так правильно я не знаю одного не хватает нарезанного помидора сейчас он нарежет вот так в общем как хотите можете класть перец помидоры так друзья значит включаем духовку 200 градусов где-то минут 45 50 минут 45 но нужно открывать и смотреть готовы не готовы сейчас друзья томатная паста вот сюда вот именно сюда халил сказал только сюда только так вот это томатная паста которую мы разводили да 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 горит чтобы не касалась баклажан только между баклажанами иначе что изменится бог его знает война начнется в турции все друзья ставим духовку наш противень и минут 45 но нужно поглядывать открывать духовку и посмотреть контролировать все друзья готово наше блюдо прошло 45 минут вот так он ножом я проткнула баклажан абсолютно мягкий все достаточно такая вот красота получилась так что нам приятного аппетита а вы приготовьте у себя дома но я думаю вы знаете это блюдо кто не знает приготовьте попробуйте очень вкусно и у и и и и и и и и